Друзья, всем привет! С вами Максим. Записываю в видео ответочку Лёхи Шреддеру на его челлендж, который он запустил. Челлендж по подтягиваниям в золотой, как он сказал, технике, как он это называет. Если вкратце, то ваши ноги должны быть прямо, не делаем рывков. Фиксация в нижней точке, в верхней точке вы должны смотреть строго прямо. То есть не просто забросить подбородок вот так вот, а до шеи должна перекладина дойти. И, короче, если хотите услышать детали, посмотрите у него на канале. Скажу честно, это уже не первая попытка. Первый раз я снимал и сделал перехват. Хотя, ну как перехват, я просто подкрутил свой хват. И, как бы, Лёха сказал, что это нельзя, но я считаю, что это нормально, потому что всё-таки там вы можете схватиться неправильно, можете там нагрузку неверную распределить. Вот, как бы, в таком случае, я считаю, во время выполнения повторения как-то поправлять можно. Если вы висите внизу, там, переносите нагрузку с одной руки на другую, там, где-то помялись, вот это вот, я думаю, всё-таки, да, не очень хорошо. А вот во время выполнения и самого подтягивания, мне кажется, что подкручивания какие-то можно оставить было бы. Вот, а иначе, вот, как в моём случае, камнем преткновения является именно хват. Потому что, если вы схватились, вы не можете там поправлять, и, ну, то есть, большая нагрузка именно на предплечье из-за того, что долго висите. Для меня это тяжелее всего, наверное. Вот. Да, это была первая попытка, когда я сделал перехват. Вторая попытка, это была вчера, мне немного не понравилось, как я, ну, как камеру поставил, там, не очень хорошо, и она как-то не сфокусировалась, ну, как бы, сфокусировалась, но неправильно поймала след, и там всё темно, и пробую в третий раз. Надеюсь, всё хорошо получится. Надеюсь, по технике будет, главное, держать в голове, что нельзя перехватывать. Перехватываясь, потому что... Потому что лёг у меня был. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И опять-таки, единственное, что я сейчас чувствую, что подзабилось, это вот предплечье. В конце я как бы еще чистил силу там в бицепсах, в спине и так далее, но хват уже не мог держать. То есть руки попросту отпускаются. Вот, поэтому мне немножко не нравится то, что нельзя перехватываться, потому что когда вы не можете немножко расслабить свои предплечья, то есть лишняя нагрузка как бы... Не то немного нагружается, что я хочу, что мне нравится. И плюс ко всему, мне все-таки нравится, когда быстрый темп. Там не то, что Леха говорил, там стремятся впечатлить на количеством, там все-таки больше выносливость, чем здесь. Здесь это, ну, такая такая техника, как в палеотлоне. Там правда, они не так высоко заносят, но все равно что-то подобное. Там вот они висят до хрена минуты, но у них, по-моему, ограничений, то ли 4, то ли 6, по-моему, 4 минуты. И вот за эти 4 минуты они прям висят и вот так медленно подтягиваются с фазой. Вот это я так не смогу. Это не для меня. Мне больше нравится именно вот такая. Быстрый темп подтягивания с максимальной скоростью. Ну, конечно, нужно соблюдать баланс количества-качества. То есть более-менее неплохим качеством. И, в принципе, довольно-таки большое количество. И мне именно чувство после таких подтягиваний больше нравится, чем вот после таких. Надо будет попробовать еще брусья. Там, наверное, все-таки будет получше, потому что, ну, естественно, там висеть не надо. То есть, когда вы стоите в упоре, там все-таки нагрузка, она, когда стоишь в упоре, примерно схожа немножко с тем, что вот когда ты там отжимаешься. Поэтому там, в принципе, наверное, будет более-менее неплохо. Вот так. Короче, все, спасибо, ребята. А, да, теперь можете меня назвать Барси. Всем спасибо, пока.